Действительно, при чем же здесь Малевич? Говорят, известный художник любил прогуливаться по этим местам и понять, почему может каждый для этого и целое лето в Подмосковье. Добро пожаловать в парк имени автора Черного квадрата. Кстати, вот этот арт-объект, он же входная группа, создан по мотивам самого известного произведения Малевича. Выглядит оригинально, самое то, что нужно для оригинального селфи. Чтобы увидеть водопады, далеко ехать не нужно. Они есть здесь, в парке Малевича. Мостики, камушки, сосны. Как будто это не Подмосковье, а Карелия. Парк Малевича – идеальное место для пеших прогулок. Здесь больше 15 километров дорожек. Тем, кто много ходить не любит, здесь тоже скучно не будет. Только на субботу для посетителей парка приготовили анимационную программу, настольные игры и мастер-класс. Все совершенно бесплатно. На Лазутинке в субботу можно будет позаниматься акробатическим рок-н-роллом и буги-вуги. Ждут всех, кому больше трех лет. А в раздолье 22 июня в 16 часов с концертной программой «Зеленый город» выступит Оркестр Одинцовского центра культурного развития. Уже на следующий день, в воскресенье, он порадует посетителей Звенигородского парка. Не переживайте, в раздолье в воскресенье пройдет тренировка по борьбе с тревожностью. В парке героев 1812 года приготовили игровую программу, а в Малевича – детскую гимнастику. А вы знали, что после дождя парк особенно красив? Если нет, то предлагаю проверить это утверждение на практике. Гуляйте, веселитесь, наслаждайтесь летом в Подмосковье. Ну а я пока узнаю, что интересного будет на следующей неделе. С вами была Олеся Лукина. До встречи в парках и на ОТВ. Субтитры подогнал «Симон»!